Операционная система номер 22 и устанавливаемый продукт Keeho 360 Internet Security версии 4.8.0.4.8.0.0. Запускаем инсталлятор. Установка закончена, выполняем процедуру обновления продукта. Сэндбокс настроен на умолчание, никаких изменений в настройки не вносится. Очистка настроена на умолчание. Настройки умолчания. Расписание сканирования отключено. Обновление автомат. Двигатели работают так, как запрограммировал производитель. Сканирование производится соответствующих необходимых файлов и документов. При обнаружении вируса стоит спросить перед тем, как принимать решение. Единственный пункт, который я переключаю, потому что в противном случае будут задаваться дополнительные вопросы, и время, которое будет учитываться, будет теряться. Выставляем автоматическое принятие решений. Расширенные настройки сканирования на rootkit отключено. Ну и дальше здесь умолчание. Антивирус работает в стандартном среднем рекомендуемом режиме на горячую. Мониторинг осуществляется в файлов необходимых и документов. Принятие решения автоматическое. Вирусы удаляются и делается копия в карантин. Проактивная защита. Включено все. Белый список. Добавляю диски F и D, которые не будут участвовать в тестировании. И здесь все на умолчании. Все обновления выполнены. Версия программы 4804800 не поменялась. Дата база от 14.1.14. Все работает на умолчании. Что касается процесса установки. Было распаковано 1310 объектов. Изменений в реестре 259. Объем дистрибутива в ходе распаковки 547 мегабайт. Выполняется архивирование данной операционной системы. Тест номер 1. Переходим на удаленный сервер, где расположен архив со зловредными объектами. Выполняем загрузку данного архива на территорию нашего компьютера в папку «Загрузка». Выполняется процесс скачивания. Ожидаем его окончания для того, чтобы приступить к распаковке. Загрузка архива выполнена. Он находится в месте расположения. Переходим к нашему продукту. Выполняем контрольное обновление, несмотря на то, что продукт обновился самостоятельно. Версия продукта прежняя, вирусная база, дата, двигатель Bitdefender, дата. Выполняем контрольную проверку обновления. Обновлений нет. Настройки прежние. Выполняем распаковку архива в текущую папку. Указываем пароль и запускаем таймер. Начинается распаковка. 20% в папке 780 объектов. Прошло 14 секунд. Начинается обнаружение угроз. Применяем автоматическое удаление. Нагрузка на процессор 45, WinRAR 19. Нагрузка на основной работающий модуль пока не ощутима. Прошло 47 секунд. Архив распакован. В папке сейчас присутствует 3018 объектов. Их количество начинает сокращаться. Нагрузка. Процессор 24%. Основной работающий файл 360rpx.12. Прошло 3 минуты с момента начала распаковки архива. 2764 объекта внутри папки сейчас. Нагрузка. Процессор 12%. Основной работающий файл менее 4. Прошло 5 минут с момента начала распаковки архива. В папке 2684 объекта. Нагрузка. Процессор 10%. Основной работающий файл менее 4. Прошло 10 минут с момента начала распаковки архива. В папке 2491 объект. Нагрузка. Процессор 6%. Основной работающий файл менее 3. Прошло 15 минут с момента начала распаковки архива. В папке 2313 объектов. Нагрузка. Процессор 12%. Основной работающий файл менее 5. Прошло 20 минут с момента начала распаковки архива. В папке 2145 объектов. Нагрузка процессор 14%, основной работающий файл менее 3. В папке менее 1000 объектов прошла 51 минута 12 секунд, нагрузка процессор 14%, основной работающий файл менее 5%. Прошел 1 час 18 минут, в папке остается 107 объектов и количество их уменьшается. Нагрузка на процессор 16%, основной работающий файл 360rp.exe 7%. Менее 100 объектов, на цифре 88 количество объектов прекращает уменьшаться. Прошло 1 час 18 минут 53 секунды, я еще подождал некоторое время, посмотрел будут ли объекты уменьшаться, иногда бывает такое, что продукт замедляется и через некоторое время возобновляет убывание объектов. Тем не менее сейчас объекты более не убывают. Нагрузка падает, хотя она и так была незначительной. Продолжаем сканирование, теперь уже по требованию. И включаем учет времени. Можно посмотреть в более широкомасштабном варианте, какие объекты обнаруживаются. Обнаружено 12 объектов, 13, 14. И начинается процесс лечения. Файлы удаляются. Останавливаю таймер, объекты удалены. В папке 75 объектов. Выбираем путь к нашей папке и запускаем сканирование, а также учет времени. Останавливаю таймер, объекты все проверены, больше угроз не обнаружено. Общее время всех сканирований составляет 1 час 19 минут 53 секунды. 75 объектов на остатке. Выполняем архивирование данной папки с оставшимися объектами для последующего использования. Устанавливаю пароль. Упаковка выполняется достаточно быстро, никаких оповещений нашего антивируса не поступает, то есть те объекты, которые здесь присутствуют, он зловредными не считает. Вырезаем данный объект и переносим его на сменный носитель. Копируем. Использование основным рабочим процессом виртуальной памяти на пике 746,97 мегабайта, физической памяти 226,29 мегабайта. Максимальная загрузка процессора была зафиксирована на 48% при самом начале распаковки и основного работающего файла менее 22%. Точно сказать не могу, потому что самого процесса мы не наблюдали. Мы наблюдали WinRAR архиватор. Что же касается усредненных параметров, в пределах всего цикла сканирования и определений, процессор нагрузка 17%, основной работающий файл максимально 7%, но реально гораздо меньше, потому что мы не видели его фактической загрузки за остальными более приоритетными компонентами, которые занимали больше процентного состава. Практически работа данного продукта и во время распаковки, и во время сканирования незаметна. Теперь давайте просканируем оставшиеся объекты дополнительными сканерами. Hitman Pro находит 10 зловредных объектов. Применяем ко всем удаление. Остается 65 файлов. MCSoft Emergency Kit находит 4 зловредных объекта в оставшихся файлах. Удаляем. На остатке 61 объект. Dr.Web находит среди оставшихся объектов 39 зловредных. Удаляем. Объекты удалены. Остается 27 файлов. Малва и баяц антималва среди оставшихся видит 11 зловредных и один потенциально нежелательный. Удаляем все объекты. В папке остается 16 файлов, которые мы условно считаем вылеченными. По крайней мере ранее они считались зараженными, по мнению сканеров. В настоящее время они таковыми не являются. И вычитаем их при вычислении процента. Процент нераспознанных от общего количества представленных в 3039, с учетом вычета 16, которые после всех процедур сканирования зловредными не считаются по мнению сканеров, составляет 1,941%. Тест номер 2. Переходим к удаленному ресурсу, где располагается архив с оставшимися объектами после распаковки и сканирования. Загружаем файл 360.is75 на рабочий стол. В папочку загрузки нашего компьютера. Выполняется скачивание архива. Ожидаем окончания. Архив загружен. Находится в указанной папке. Переходим к продукту. Версия продукта в настоящее время 4.9.0.49.0. Версия обновлена. Выполняем принудительное обновление сигнатур. Все сигнатуры обновлены на сегодняшний момент. Выполняем распаковку архива. Вводим пароль. По окончанию распаковки в папке остается 67 элементов, из 75, которые были известны до того, как мы приступили к распаковке данных оставшихся объектов. Запускаем kill switch. Настраиваем работу программы таким образом, чтобы отображались только неизвестные, проверяемые и зловредные объекты в памяти. Для того, чтобы видеть, какова реальная картина в процессе заражения. Приступаем к запуску объектов. Предупреждение. Попытка изменить данные в реестре. Модификация. Автоматический блок произойдет через 30 секунд. Я выставляю блокировку сразу. Смысла ожидать нет, все равно будет блокировка. Обнаружение зловредного объекта. Удаление. Инсталлятор. Установка выполнена. Обнаружение видоизменений в системе. Блокировка. Следующий инсталлятор. Обнаружен атака. Обнаружен троян. Удаление. Удаление. Следующий инсталлятор. Следующий инсталлятор. Обнаружение модификации. Блокировка. Следующий объект. Запускается рекламный модуль. При попытке закрыть рекламный блок, открывается веб-сайт. Следующий инсталлятор. Следующий инсталлятор. Установка. Загрузка и установка веб-браузер. Обновление. Предупреждение. Обнаружение изменений в реестре. Блокировка. 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 Обнаружение модификации файлов. Защита файлов. Блок. Реестр. Блок. Блок. Модификация дополнений к браузеру. Блок. Появляется новый элемент 365. Следующий инсталлятор. Установка. Проактивная защита. Модификация десктоп-инифайла. Блок. Защита реестра. Блок. Защита реестра. Блок. Блокировка. Браузер Safeguard. Заблокирован. Суслов 64. СМД. Экзе. Заблокировано. Следующий инсталлятор. Начинается процесс загрузки и установки Firefox с сопутствующим программным обеспечением по умолчанию. Обнаружение модификации реестра. Домашняя страница. Блок. 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 Вирус обнаружен. Удаляем. Вирусная угроза ликвидирована. Изменения в реестре. Блок. Блок. Изменения браузера по умолчанию. Блок. Модификация URL протокола. Блок. Блок. Установка закончена. Следующий инсталлятор. Установка расширения браузера. Изменения в реестре. Блок. Блок. Защита файла. Блок. Изменения в реестре. Блокировка. Блокировка. Инсталляция закончена. Следующий инсталлятор. Загрузка и установка. Защита реестра. Защита файловой системы. Защита реестра. Блокировка. Блокировка. Установки выполнены. Следующий объект. Запуск инсталлятора. Установка выполнена. Блокировка доступа. Следующий инсталлятор. Выполняем установку. Реестр. Блокировка. Блокировка. Защита файлов. Блокировка. Изменения в реестре. Блок. Блок. Обнаружена угроза. Троян. Удаление. Угроза удалена. Еще одна угроза. Удаление. Следующий инсталлятор. Инсталлятор просто закрывается без продолжения своей деятельности. Следующий объект. Обнаружение модификации при старте. Блокировка. Брандмауэра. Выход в сеть. Инсталлятор. Следующий файл. Системная ошибка в процессе выполнения. Инсталлятор. Еще один инсталлятор. Модификация. Доступ в сеть. Блокировка. Объект установлен. Попытка установить защиту. Отказываюсь. Запускается веб-сайт. Модификация. Попытка установки вновь блокируется. Рекламный баннер. Модификация. Обнаружен вирус. Предлагается выполнить полную очистку. Отказываемся. Фиксируем зловреда. Блокировка сети. Реклама появляется. Открывается веб-сайт. Следующий объект. Инсталлятор. Обнаружение зловредного объекта. Удаление. Попытка открыть страницу. Невозможно запустить в данной операционной системе. Проблема. Отсутствует DLL-объект. Невозможно запустить. Удаление. Удалятор. Вновь попытка установить защитную программу. Отказ. Реестр. Блокировка. Блокировка доступа к сети. Следующий файл. Ссылка торрента. Обнаружено зловредство. Блокировка. Попытка изменить, модифицировать уже установленный ECHO 360. Мастер загрузки. Установка. Убат файл пока оставляем до окончания запуска. Модификация защиты файлов. Реестр. Рекламный баннер. Скрипт сусов 64 заблокирован. В процессе запуска происходит бсод. Какая-то из программ в процессе работы вызывает несовместимость, которая приводит к принудительному сбросу. Продолжаем запускать с момента остановки. После принудительной перезагрузки у нас вот такая вот картина в системе. Анализируемые процессы. Изменение файловой защиты. Блок. 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 Следующий объект. Отсутствует DLL. Запустить невозможно. Отсутствует DLL. Рекламный баннер. Следующий объект. Инсталляция. Следующий объект. Невозможно запустить. Невозможно запустить. Невозможно запустить. Инсталлятор. Следующий объект. 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 Удаление объектов из папки. Отказываемся. QQ Блокнот. Остается запустить три объекта. Это был последний. Здесь идут дополнительные установленные компоненты при распаковке. Про файл бат не забываем. Его будем запускать после того, как проанализируем систему. Потому что в противном случае мы это сделать скорее всего не сможем. Давайте попробуем удалить все те объекты, которые мы запускали. Пропускаю только те, которые удалить невозможно. Они работают на горячую. Это шесть объектов. Теперь выполним анализ системы. Согласно Коммода Килл Свич мы видим два красных. Процесса Малва и остальные процессы неизвестные. Находятся на анализе, но пока результата нет. 19. Запускаем Hitmon Pro и продолжаем процесс проверки. Заканчивается сканирование Hitmon Pro. Было обнаружено 9 зловредных видоизменений в системе. Изменений папок, таск менеджера, реестра. Запуска редактора реестра нет. Рекламный модуль. Сервисных процессов. Процессов, которые работают на горячую. Процессов, которые идут на запуск, Hitmon Pro не находит. Присутствует Microsoft Windows Netcash Malva Optimizator Pro. Там же A2 рекламная программа Protector. Trojan Update Local Temp присутствует. Trojan Sys Start Page. В темпе Update Local Temp Desk365. Trojan Win32 Badur. Блокировка доступа к сети. Далее. Update Package Cache. Media Browser Setup. New Virus. Downloader Win32. Local Temp Desk365. Win32 Badur. Local Temp Win32 Badur. Update Local Temp Win32 Badur. Программа шла на распаковку и здесь свои файлы оставила. Local Temp Win32 Badur. В принципе это можно считать как единое нахождение. Практически в одной и той же директории. Здесь просто разные распаковки пакетов. И подозрительный файл тоже в Temp присутствует. Его можно проверить через VirusTotal. Правая сигнатура файла не подтверждена. Пишет нам программа и какой информации не выдается. Объект отправляется и все. Браузер не открывается. Ну в принципе все понятно. Браузер по умолчанию, которым у нас является Internet Explorer, просто-напросто не стартует. Поэтому и открыться ничего здесь не может. Назначаем браузер по умолчанию иной, исходя из того, что хотелось бы посмотреть результат проверки. Вот теперь все открывается. Какая-то зловредная программа внесла изменения в Internet Explorer. Он теперь нормально стартовать не способен. Проходит время, но никаких проверок не выполняется. Система зависает вот в таком вот ожидании. Пока сворачиваю это окно. Будет проверка, не будет. Посмотрим по итогу. Malva & Bytes Antimalva находит 789 зловредных видоизменений в системе. Давайте посмотрим, какие именно. Категория файлы. Очень большое количество потенциально нежелательных приложений. Среди них появляются трояны. Один и тот же объект себя очень сильно распространил. Директории. Что касается памяти. Модули. Шесть модулей. И они принадлежат к потенциально нежелательным приложениям. Дальше идут процессы. Тоже потенциально нежелательные. Троян, биткоин, а два рекламный. Оба из папочки запуска работают в настоящий момент. И еще один потенциально нежелательный. Всего 14 видоизменений негативных в памяти. Дальше идут ключи реестра. MCSoft Emergency Kit находит в памяти 3 работающих объекта. И два объекта веб-браузера. WebTool Toolbar. TryanHer. Tryan Download. Из папки запуска. И Tryan Win32 OutScript. Дальше идут изменения в реестре. Сканер DrWeb, просканировав память. И основные директории диска C ничего не находит. Теперь давайте попробуем запустить вот этот BAT файл. Что он из себя представляет? Если его расширение представить в виде текстового файла, то мы можем лицезреть программную структуру, командную этого объекта. Копировать авторан Win32BAT. Директория WinDir Win32BAT. Этот объект идет на старт впоследствии. Запуск объекта с определенным параметром. Отключение браузеров, по всей видимости, здесь выполняется. Перечисляются все браузеры. Удаление на диске C в директориях Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer. Удаление ключей реестра, веток реестра, SaveBot. Запустить интернет страницу DogeKey.com. Отключение клавиатуры. Стартует RunDL32. Отключение эксплорера. Удаление всех файлов с любым названием и с любым расширением. Ключи реестра. Удаление System32. HALDLL. Системная директория кэш-драйвера. Системная директория медиа. System32. Swap mouse-бутон. Курсор. Копировать System32. SUS321. BAT удаление. То есть в конце работы он собственный файл удаляет. Сделано генератор уничтожения 5.0 и сайт, где это все, видимо, вытворялось. Давайте попробуем запустить этот объект. Предупреждение. Изменения в реестре. Блокировка. Каким браузером мы хотим пользоваться? Internet Explorer выбираем. Возникла ошибка при запуске Keyboard. Не найден указанный модуль. Ну и здесь идут уже процессы отключения рабочего стола. Сейчас мы попробуем подключиться. Рабочий стол запускается. Программы здесь уже нет. Она себя удалила. Сейчас посмотрим. Она должна стартовать вновь. Поисковая служба. При старте операционной системы она должна себя вновь прописывать. Но пока я не вижу, чтобы эта программа выполняла какие-либо действия. Возможно, то, что сейчас было заблокировано, достаточно для того, чтобы эту угрозу обойти. Но чтобы это понять, нам необходимо выполнить перезагрузку компьютера. Выполняем перезагрузку, предварительно выполнив сканирование компьютера нашим защитным модулем. Игнорировать белый список установок. Игнорируем. Начинается процесс полного сканирования. На нашем компьютере угрозы уже были обнаружены, рапортуют программы. Поэтому для качественного сканирования необходимо игнорировать белый список. Системные настройки, приложение, память. И дальше идут объекты автозапуска и все прочие файлы. Во время сканирования всех файлов, расположенных на диске, начинаются обнаружения зловредных объектов. Trojan Generic обнаружен. Указана директория Update Local Package Cache Roaming Media Heat. Сканирование продолжается. Заканчивается сканирование. Было обнаружено три угрозы. Выполняем процесс работы. Файлы удалены. Теперь выполняем перезагрузку компьютера, после чего оцениваем состояние после перезагрузки. Что касается браузера, то здесь файл так и проверяется. Ничего пока не получается. После выполнения перезагрузки стартуют рекламные баннеры, дополнительные программы вспомогательного характера, рекламные уведомители. Некоторые значки на рабочем столе отсутствуют. Но, тем не менее, система стартует и глобальных поражений, связанных с невозможностью работы, в системе не наблюдается. По крайней мере, внешне. Теперь давайте выполним сканирование и проверим структуру операционной системы, какие зловредные поражения в ней в настоящее время наблюдаются. Hitman Pro. Что касается команды Kill Switch, то в настоящее время он видит два неизвестных серых процесса. Ошибка. Идет запуска, возможно, заблокированных и неизвестные анализируемые объекты. 18. Рекламный баннер. Заканчивается сканирование. Изменений в папок, реестре, таск менеджере не обнаружено. Сервисных процессов, идущих на запуск работающих, компонентов Hitman Pro не наблюдает. В реестре видоизменений зловредами не наблюдает. У нас присутствует Microsoft Windows Netcash A2 Protector, Local Temp Win32 Badur, Local Temp NC Start Page, Троян Local Temp Win32 Badur, Temp Win32 Badur и Temp Win32 Badur. Два неизвестных объекта, подозрительных. Один Local Temp расположение объекта. Давайте еще раз попробуем отправить на проверку VirusTotal. Internet Explorer подключается и работает после перезагрузки. Никаких проблем с ним нет. BDM Report DLL 50 двигателей, ничего в нем не находят. 52 минуты назад проводилось сканирование. Файл считается чистым. И второй объект. Local Microsoft Windows Netcash. В кэше Internet Explorer. Но здесь QRite это объект, который принадлежит DrWeb сканеру. Зловредность этих объектов не подтверждается. По данным Malwarebytes Antimalware, 784 зловредных изменения сейчас присутствуют в компьютере. Давайте посмотрим, какие именно. Присутствие файла в большом количестве Desk365. Потенциально нежелательное программное обеспечение. Троян Скордроп. Троян Скордроп. Троян Скордроп. Один и тот же объект прописал себя. Дальше идут директории. Модули в памяти. Здесь активных зловредных объектов нет. Только потенциально нежелательные. 12 потенциально нежелательных модулей и процессов. Дальше у нас идут изменения в реестре. В принципе, глобального поражения здесь нет. Небольшие единичные присутствия Трояна в памяти фактически, кроме потенциально нежелательных, программ вот этих, которые у нас находятся в трее, нет. MCSoft Emergency Kit в памяти находит компоненты Web Toolbar, Trajan Her, Trajan Win32 Auscript. И дальше идут видоизменения в реестре. Сканер DrWeb обнаружил один объект TrajanBat248, который расположен на диске C. Этот объект был создан BAT-файлом, который мы запускали. Но в настоящее время он не активен и не стартует. Хотя должен был бы это делать при старте системы. Что касается общей оценки за проведенное заражение, то мы наблюдали до процесса перезагрузки, были запущены все зловредные объекты. Часть из них запускалась, часть была блокирована, часть блокировалась деятельность подозрительная программ. В итоге активных зловредных процессов Hitman Pro в системе не наблюдал. Как в процессе до перезагрузки, так и после. Зловредный BAT-файл, который должен был выполнить зловредные видоизменения в системе и заблокировать нам нормальную работу, в итоге проявить себя не смог. Только частично он попытался что-то сделать, его деятельность была заблокирована, и после этого, кроме как закрыть Explorer, программа не смогла. После перезагрузки никаких зловредных проявлений я в системе не наблюдаю. Принимая во внимание, что в настоящий момент, если посмотреть данные Hitman Pro, в системе присутствуют объекты зловредные, расположенные в папочках Temp и в папочке NetCash Internet Explorer, а два рекламный модуль, которые фактически запускаться не будут, и просто распаковывались в этих объектах, при очищении Temp они будут удалены, и навряд ли пользователь их каким-либо образом самостоятельно запустит, фактически система остается чистой. Оценку за заражение я выставляю все-таки по данным программы Hitman Pro, потому что она является основной, исходя из того, что находит большее количество зловредных объектов, чем все остальные сканеры. В принципе и прочие сканеры активных процессов в системе в памяти не наблюдают, а те, которые наблюдаются, являются программами потенциально нежелательными, либо программами слабого риска. Исходя из этого, программа достойна получить по итогу заражения фактически 4 балла. У нас единственное, что присутствует в системе, это большое количество различных потенциально нежелательных приложений и приложений рекламного характера, которые мы самостоятельно установили. Соответственно, если не устанавливать пользователей все подряд, все вот эти вот приложения, которые носят сомнительный характер, то в итоге компьютер остался бы в чистом состоянии. До процесса перезагрузки я выставляю программе 3 балла. Тест номер 3. Для проведения данного тестирования я открываю сайт Сбербанк Онлайн, где необходимо ввести логин и пароль для входа на личную страницу. Запускаем антитест, включаем перехват клавиатуры и перехват копирования информации. Вводим логин буквами. Информация перехватывается. Вводим пароль цифрами. Информация перехватывается. Копируем данные логина. Смотрим клипборд. Информация перехвачена. Включаем скриншоты. Выполняются. Системная защита. Первый ключ реестра. Предупреждение системы защиты. Автоматически будет принято решение на блокировку. Блокируем. Второй ключ реестра. Предупреждение системы защиты. Будет принято автоматически решение на блокировку. Блокируем. Системную защиту пробить не представилось возможным. Прочие категории тестирования, ввиду отсутствия соответствующих модулей защиты в продукте, не пройдены. Запускается коммода LeakTest. Стартуем тестирование. Предупреждение системы защиты. Будет автоматически принято решение о блокировке. Блок. Блокировка. Блок. Блок. С настройками на умолчание программа зарабатывает 250 баллов из 340 возможных. Смотрим карту теста. Первая фишинговая ссылка заблокирована 360 интернет security phishing. Вторая фишинговая ссылка заблокирована phishing. Третья фишинговая ссылка заблокирована phishing. Четвертая фишинговая ссылка заблокирована phishing. Пятая фишинговая ссылка заблокирована фишинг. Шестая фишинговая ссылка заблокирована фишинг. Седьмая фишинговая ссылка заблокирована фишинг. Восьмая фишинговая ссылка заблокирована фишинг. Девятая фишинговая ссылка заблокирована фишинг. И последняя фишинговая ссылка заблокирована фишинг. Хочу обратить ваше внимание, что на многих сайтах система автоматически предлагает перейти на действительный официальный сайт платежной системы. Вот указанная здесь платежная система, попытка подделать PayPal и возможность перейти на официальный сайт. И здесь то же самое. Попытка открыть первую зловредную веб-ссылку и предупреждение системы безопасности через 2 секунды возникает. Была обнаружена и заблокирована угроза Trojan Script. Следующая зловредная веб-ссылка открыта. Попытка загрузить зловредный файл на территорию компьютера и у нас появляется предупреждение о обнаружении и блокировке зловредного содержимого, файл который мы собираемся загрузить. Все равно пытаемся сохранить его на рабочий стол. Однако это сделать невозможно. Попытка перейти и загрузить следующий объект была заблокирована. Сайт, содержащий зловредное программное обеспечение, определяется 360. Загрузить невозможно. Следующая веб-ссылка зловредная открывается. Я пытаюсь загрузить файл, который содержит зловредное содержимое на рабочий стол. Пока предупреждений никаких нет. Сохраняем. И еще одна попытка открыть зловредный веб-сайт и выполнить загрузку объекта soft.exe. Предупреждение обнаружен Trojan SpiceBot. Пытаемся выполнить сохранение и это сделать невозможно. Таким образом из пяти зловредных веб-ссылок фактически был загружен только один зловредный объект сайта. Все остальные были заблокированы либо уничтожены до того, как файлы были загружены. Проверяем оставшийся объект. Сканируем 360. Угроза не обнаружена. Выполняем проверку файла на VirusTotal для подтверждения зловредности. 6 двигателей из 40 определяют зловредность. Но этого конечно недостаточно для того, чтобы на 100% утверждать. Давайте перепроверим дополнительно. Попытка открыть еще один зловредный веб-сайт и загрузить содержимое. Это архив. Пока предупреждений нет, сохраняем архив на рабочий стол. Предупреждение. В процессе сохранения обнаружен и помещен в карантин Trojan Generic. Проверяем, есть ли объект на рабочем столе объекта на рабочем столе нет. В связи с этим, исходя из того, что объект не дошел до нужной точки, был ликвидирован на нашем компьютере, но в папке временного содержания загрузки, не получив перехода на страницу, куда я сохранял данный объект, данный балл продукту засчитывается. Таким образом, из 5 ссылок, 5 я считаю, были заблокированы. Следующий тест. Тест на самозащиту программы. У нас имеется 5 процессов, которые принадлежат Квихо 360. Начинаем выгружать. Первый процесс это системный трей. Начнем с него. Он отвечает за оболочку связи с пользователем. TT2 выгружает данный компонент из системы. Следующий процесс активный защитник. Пытаемся выгрузить. TT2 выгружает данный компонент из системы. Дальше идут компоненты, отвечающие за работу интернет секьюрити. Три компонента 360 RPS. Выгружаем. TT2 выгружает данный компонент из системы. Следующий компонент 360 SD EXE. Выгружаем. TT2 выгружает этот компонент. И здесь у нас тут же автоматически подгружается и потом выгружается RPS. Они пытались стартовать. Значок продукта исчезает. Остается последний компонент. Это 360 RPS EXE. Только с другим значком. Немножечко за другое, видимо, отвечает этот компонент. Начинаем выгрузку. TT2 выгружает этот компонент из системы. В настоящий момент у нас компонентов защиты нет. Триста шестьдесят восстанавливается только один процесс 360 RPS. Все остальные компоненты были выгружены. Перепроверяем при помощи Kill Switch. Kiko 360 работает только один компонент, который был автоматически восстановлен. Теперь давайте проверим, можно ли, например, выполнять сканирование папки. Загружается возможность сканирования и сканирование выполняется. Появляется значок продукта. Загружается оболочка. Сканирование выполнено, оболочка функционирует. Проверяем состав. В настоящее время в системе присутствуют все пять процессов Internet Security. Все они были подзагружены при попытке выполнить сканирование. Таким образом, при выгрузке основных компонентов продукта, главный процесс, отвечающий за безопасность, остается. И в случае запуска, сканирования или вызова продукта, впоследствии будут запущены все остальные компоненты. Я фиксирую частичную выгрузку с пометкой о том, что основной процесс продолжает функционировать. Ну и соответственно, что центр поддержки, здесь у нас безопасность, утверждает о том, что все компоненты в рабочем состоянии. Тест 5. Перед проведением данного тестирования необходимо дать дополнительное разъяснение по поводу того, как оно будет происходить. Этот тест связан с проверкой на ложные срабатывания каждого из антивирусных комплексов. Тестирование проводится по следующей схеме. В операционную систему устанавливается большой набор различного программного обеспечения. От программ, которые в систему не интегрируются, а, например, просто являются распакованными и могут запускаться без инсталляции интеграции, так и программы, которые интегрируются в систему, как 64-битные, так и 86-битные. Здесь присутствуют сканеры, программы офисного направления, программы дополнительные, как кулинарные рецепты, игровые программы, программы записи дисков, браузеры, программы защиты присутствия в сети интернет, изменения адреса через прокси-сервера, программы редакторы реестра, программы редакторы различных языков, Паскаль установлен, установлен C++, музыкальные редакторы, редакторы видеоизображений, работа с фотографиями, целый комплекс программ от Ашампу, дисковые утилиты, утилиты для резервирования, утилиты, которые создают скрытые диски на компьютере, и такой диск создан при помощи Трастпорт, музыкальные редакторы, виртуальная машина Вемберы, языки программирования. Здесь не весь список программ, к сожалению, не все значки сразу выводятся на главную панель. Что касается присутствия полного, то здесь мы можем наблюдать все эти программы. Кому интересно, можете остановить запись и просматривать эти установленные объекты. Я лишь пролистаю, покажу, что здесь присутствует. Microsoft Office. Программы, которые не требуют регистрации, являются бесплатными, установлены в полнофункциональном режиме. Программы, которые требуют регистрацию, установлены в демонстрационном режиме. Хотя, в принципе, запускать эти программы для данного тестирования не актуально, поэтому программа может быть просто установлена без запуска. Также установлена провокационная программа StaffCop, которая предназначена для прослежки действий пользователя. Программа выпускается в двух видах. StaffCop Home для прослеживания за детьми или за иными пользователями на данном компьютере. Она способна делать снимки экрана, она способна перехватывать переписку, интернет-посещение и так далее. Все, что касается работы пользователя за компьютером. И есть коммерческая версия, которая может выполнять прослеживание за действиями пользователя на рабочем месте. Это сделано специально для того, чтобы посмотреть реакцию защитных компонентов на легальные программы перехвата. В общей сложности было установлено и интегрировано в систему 353944 файла, которые расположены в 44419 папках. Я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы данный тест мог состояться. Здесь присутствуют как редкие программы, пользуются очень узкий круг людей, такие как, например, моделирование мебели и изготовление. Это редкая программа. Программа составления договору. Эти программы пишутся, как правило, уникально для определенных организаций. Есть программы, которыми пользуются все или большинство пользователей. Стандартные программы. Сканирование. Что касается подтверждения того, что машина действительно чиста и здесь нет никаких зловредных объектов. Для того, чтобы сканирование было независимым и не затрагивало в данном случае интересы всех антивирусных продуктов, которыми мы будем пользоваться и будем проверять, я старался использовать сканеры, которые в тесте не были задействованы. Первый сканер – это вайп. Сканирование было закончено. Указывается количество объектов, которые были просканированы. Зловредных объектов не обнаружено. Здесь перечисляются все диски и все папки, которые проверялись. Наличие rootkit и дополнительных зловредных объектов в памяти. Ничего не обнаружено. Сканирование также осуществлялось в Malwarebytes Anti-Malware. Вредоносные программы не обнаружены. Вот текстовый отчет о проведенной работе. Полное сканирование диска C, время затраченное и то, что в данный момент ничего не обнаружено. Дополнительным сканером я пустил Sophos. Несмотря на то, что обнаружение данного антивирусного сканера считается на среднем уровне, не все объекты зловредные он может обнаружить, тем не менее он лишний раз подтверждает то, что здесь ничего не обнаружено. Ну и в качестве дополнительного сканера, на всякий случай, чтобы не было никаких недоговоренностей, я проверил компьютер Hitman Pro. Hitman находит два подозрительных объекта. Один файл драйвера Audit, который он просто не знает в данном случае. И второй объект подозрительным является расположенным на десктоп. Это запускаемый объект Pro100Exo, который является частью программного комплекса моделирования мебели. В данном случае программа просто не знает о существовании такого рода программы, поэтому файл является подозрительным. Тем не менее, никакого зловредства обнаружено не было. Технология тестирования заключаться будет в том, что в данном случае на чистую машину без антивируса с установленными программами, после проведения проверки сканерами, будет устанавливаться защитный продукт. Проводится стандартное сканирование без изменения каких-либо настроек, будет осуществляться контроль результатов этого сканирования, если будут какие-то обнаружения, будем смотреть, какие именно эти обнаружения, что было обнаружено, подозрительное что-то или зловредное. Перепроверяться эти объекты будут через VirusTotal, если, конечно, их не будет слишком большое количество. После чего, для проведения следующей проверки, машина будет восстанавливаться в исходном состоянии, в таком, каком мы ее наблюдаем сейчас, и будет устанавливаться новый продукт. Удаление и переустановка продуктов на одну и ту же машину выполняться не будет. Каждый тест – это отдельный тест с абсолютно равными условиями для всех продуктов. Дополнительно хотел бы пояснить, что в нижней части экрана, с правой стороны, на панели задач мы можем наблюдать значки установленных компонентов, которые могут напоминать присутствующие антивирусные продукты. В данном случае здесь установлен Advanced System Care, без антивируса, это просто помощник в решении дополнительных задач. Bitdefender Anti-CryptoLocker – программа, которая предназначена для блокировки определенных зловредных поползновений в систему. Trustport Tools – дополнительный набор утилит, которые необходимы для работы, в том числе с виртуальным создаваемым секретным диском. Приступаем к проведению тестирования. Восстановленная операционная система. Установлен продукт Keyhole 360 Internet Security, версия 4.9.0.4.9.0.0. Версия продукта обновлена, база данных обновлена. Выполняем принудительное обновление. Новых обновлений нет. Продукт работает на умолчании, никаких дополнительных видоизменений настроек не привносится. Выполняем сканирование диска C. Для этого выбираем конкретный диск и запускаем процедуру сканирования. В данном случае сканируется только территория диска C, так запрограммирована по умолчанию. Если мы будем выбирать какие-либо виды сканирования, то там предусмотрено сканирование памяти, реестра и так далее. В данном случае нас интересует только диск C, и здесь не предполагается каких-либо дополнительных объектов для этого типа сканирования. Ожидаем окончания процесса. В процессе сканирования был обнаружен один объект, это EgoSoft X2EXO. Данный объект уже некоторые антивирусы также определяли как зловредный, хотя ничего зловредного в этом файле нет. Он достаточно не новый, как и сама игра, которую я установил, но она установлена с лицензионного диска. В данном случае это ложная сработка. Сканирование продолжается. Через некоторое время еще одна сработка. В этот раз не понравился файл ComossesAdvisor, который просто неизвестен программе. Она считает его Trojan Generic. Вторая ложная сработка. Просканировано около половины диска C, 820 780 файлов. Сканирование продолжается, пока кроме уже обнаруженных объектов более ничего не обнаружено. Ожидаем окончания процесса. Заканчивается сканирование. Всего обнаружено три объекта. Первый, как я уже говорил, игровой файл. Второй объект это ComossesAdvisor.exe. И еще один объект в инсталляторах, объект обновления Microsoft Proxy Configure. Сейчас мы данные объекты перепроверим через VirusTotal, однако выполнять какие-либо действия над ними я не буду. Проверка данных файлов показала следующее. x2.exe от нового диска. Файл, естественно, что он модифицировался новым диском, видоизменялся, на русский язык переводился. И здесь мы наблюдаем, что 7 двигателей из 50 считают его зловредным. Разные категории зловредности определяют в том числе Quicha360. Ничего зловредного в этом файле нет. Следующий объект ComossesAdvisor определяется только Quicha360 как малва. Больше никто таковым этот объект не считает. Тоже ложное срабатывание, это мы с вами уже знаем. И объект Microsoft обновления MSI расположено в папочке инсталляции. Два двигателя определяют его как зловредное. Icarus и K7. Это ложная сработка. Quicha здесь у нас отсутствует как двигатель. Он временно недоступен. Сканирование не было закончено. Таким образом, три объекта были перепроверены, и мы можем наблюдать, что некоторые двигатели их считают зловредными, несмотря на то, что никакой зловредности в них нет. Делаю пометку, что из установленного программного обеспечения и присутствующего программного обеспечения три объекта являются ложноположительными сработками. Переходим на удаленный ресурс, где располагаются архивные паковки, оставшиеся после теста номер 1 на Detect. Загружаем в папочку загрузки нашего компьютера объект 360 из 75. Выполняется загрузка, ожидаем окончания. Файл находится в указанной директории, выполняем распаковку. Вводим пароль. Распаковка выполнена. Достаточно быстро. Переходим в папку. Здесь по-прежнему 75 объектов. Пытаемся перемещаться внутри папки. Реакции никакой нашего антивируса пока не наблюдаем. Выполняем принудительное сканирование. В процессе сканирования начинается обнаружение зловредных объектов. Было обнаружено 6 файлов, содержащих зловредные объекты. Выполняем требуемое действие. Пока файлы удаляются. Все файлы удалены. В папке остается 67 файлов. Выполняем сканирование дополнительными сканерами. Hitman Pro. Среди оставшихся объектов находит 12 угроз. Ко всем применяем удаление. В папке остается 55 объектов. Выполняем сканирование молва и байт с антимолва. Программа находит 30 зловредных объектов из 55. Смотрим результат. Здесь присутствуют как опасные трояны, так и в большинстве своем потенциально нежелательные приложения. Пока потенциально нежелательных я наблюдаю гораздо больше, чем опасных. И так оно и остается. Несколько больше потенциально нежелательных. Удаляем все. В папке остается 25 объектов. Сканер Dr.Web находит дополнительно 11 зловредных объектов. Среди них 2 контейнера, содержащих различное количество объектов внутри. Выбираем для всех удаление. В папке остается 15 объектов. Сканер MCSoft Emergency Kit в оставшихся объектах зловредности не находит. Таким образом, у нас имеется 15 файлов, которые ни одним из сканеров не подтверждаются как зловредные. Данные расположенные здесь объекты в предыдущих тестированиях я уже проверял на VirusTotal. В данном случае перепроверять я их не буду. Я лишь озвучу результаты. Если вы хотите посмотреть непосредственно вывод по сканированию, вы можете загрузить предыдущие видеоролики Norton Internet Security, Avast Free Antivirus, Internet Security, Касперский Internet Security и увидите там процесс проверки. Я лишь скажу, что из представленных 15 файлов, 6 объектов в настоящее время зловредными по данным VirusTotal не считаются. Это 279, 339, 358, 359, 446 и 497 с дополнительной пометкой 30. Что касается остальных объектов, то разное количество двигателей считает их зловредными. Опять же, количество этих двигателей варьируется. Оно достаточно небольшое, поэтому группа этих файлов остается, в принципе, как не востребованное прочими антивирусными комплексами. 14.14, два двигателя, 18.73, пять двигателей, 30.76, три двигателя, 30.111 двигатель, 125, четыре двигателя, 208, два двигателя, 232, три двигателя, 262 двигателя и 487, один двигатель. Шесть объектов я вычитаю из общего количества оставшихся файлов, и у нас получается на остатке 61 объект, который в настоящее время не определяется антивирусом как зловредный, хотя таковым является, по истечению месяца с момента начала выполнения изначального сканирования. На этом тестирование QIHO 360 Internet Security завершено.